здравия дорогие мои друзья сегодня будет необычный эфир в каком формате необычный у меня будет разговор с необычным человеком в данном случае девушкой которая волонтер которая с первых дней войны делает то что в принципе не делает практически ни один человек мы привыкли что волонтеры у нас это кто это те кто собирает деньги те кто помогает армии те кто помогает детям такие как я да но мы скажем так стандартные волонтеры почему потому что и передатчики вот к примеру как у меня не люди сбросили деньги я эти деньги перевел ребенку ребенок получил эти деньги и дальше уже мама по значению их тратит а этот волонтер с которым я буду общаться это девушка которая сама своими руками помогает нашим пацанам так вот она ко мне обратилась по причине того что ей нужна помощь от многих от вас кто сможет ей помочь не не деньгами наверно больше не деньгами а больше скажем так продуктами чего потому что она с первых дней войны изготовляет пакеты набора для наших пацанов и передает это все туда на фронт и с каждым разом у нее все больше и больше ребят обращается к ней мы не будем сейчас обсуждать с вами почему они к ней обращаются почему не кормят нормально 3 10 давайте она сама все расскажет покажет мое было условие если вы хотите юли эфир тогда пожалуйста покажите что вы делаете как вы делаете пускай люди увидят и я уверен что многие проникнутся вашей работой и вам помогут так эфиры вы уже сами без меня сейчас все все расскажете здравицу так подождите сейчас секундочку то у меня здесь интернет я вас добавляю вы есть нет у меня есть добрый день я говорил вам я перехожу на русский язык мы с вами и договорились мое было условие если вы хотите по помощи тех подписчиков которые есть вы просто должны рассказать чем вы занимаетесь показать это не было наивно непонятно как вы рассказать вкратце о себе кто что вы почему решили это делать и вы понимаете буквально родили недавно вы еще на готове это еще в три раза увеличивает скажем так потребность помощи вам потому что юля у нас беременна на каком там уже восьмой девятый уже все скоро получается вы все время беременна да вот и все не покладая рук работает ну давайте давайте вы сами себе расскажете пускай люди услышат рассказать рассказывать про себя я сама с Херсона и в первый день в войне мы выехали до батьки Херсон пробули півтора месяца в окупации бачили все все те что можно было и не можно было бачить и коли уже биле батьковской хати впала ракета а так как у нас в доме дети то мы уже понимали что ну еще сидите там уже не мое чого и выезжали буквально в останние дни потому что подорвали міст и потом уже далек выезд був неможливый из нашего села ось в мене брат он військовослужбовец он служит тому я знаю что в деяких подразделах есть которые полностью забезпечены те кто едят так а есть люди которые например живут в фронтовых селах до которых не доезжают не ежа и до військовых не доезжают ежа тому до меня у меня выникла такая идея что я могу сушить борщи и передавать ну на потреби таким людям какие например вот как у нас была возможность выехать а где-то было не машины например або возможности выехать ось тому мы когда переезжали в Ивано-Франківск это было влитку я побачила что это сушать борщи и передают и так вот назбирала я бы у меня все это мое обладание я в Херсоне робила сушене кавуни все-таки сушене чипсы кавунове это такое было солодка такая смакота была и я подумала что я могу я могу сушить борщи морку с буряком висушу ось и я назбирала гроши які мені виділяли як переселенцем и купила собі сушарку ось тому що всі моё все моё обладнання залишилось в Херсоні ось я купила сушарку почала за свій кошт закуповувати овочі постійно якби зверталися люди я попитала у своїх знайомих хто потребує ось и коли почали звертатися люди запитами що туди треба сюди треба тобто я була впевнена що мої борщи доїдуть саме до до військови так и до людей до таких які не ну які не не вдалося виїхати ось тому що машини якісь продовольством заїжали але в людей деяких кажу не було або машин або можливості виїжджати ось і ми передавали по своїм знайомим і коли вже моє виробництво виросло до того що треба було мені самостійно перечистити мішок 2 морг день самій не маючи ні блендер не комбайн на все це потім перетерти на терці вручну тобто ну я спала по 2-3-4 години я дуже сильно заморювалася я почала шукати шукати можливості щоб ну мені хтось допоміг отакі була дома сама чотири місяці ось і привітера і чотири місяці і потім коли я вже просто тягла в поліцію тому що ну просто від перевтоми я почала шукати помічників і у нас тут в івано-франківській є херсонський хаб який мені надав ось таке приміщення і зараз я вам покажу перемкну камеру це у нас тут наші коробки ми пакуємо ось таке приміщення бачите тут це ці три сушилки які я купила і дому привезла ось ці сушилочки бачите тут ми сушимо сухарі бо у військових і ну і в людей і військових немає можливості хліб закупляти ось тут висушена морква ми робимо ось такі солодкі перекуси бачите які можна енергетичні такі щоб можна було положить в кишеню і там ну на години-дві а ну можна було не не ну просто не відчувати голод придумали вже рецепт ось такий капустняк так він як суп пюре бачите він перемелений він повністю готовий ось його тільки залити кип'ятком треба тут у нас бачите такі великі коробки це ще на відправлення готується це борщ тут повністю все є навіть картопля а томатна паста також заливаєш і 30 хвилин кип'ятиш і все воно вже готове тут люди нам приносили хто що може ось горіхи самі набили тобто щоб ми не купували то частину приносять приносять люди а це вже спаковано на відправку бачите сушарки одна маленька а ці промислові тут все ми сушимо тому що буряк наприклад ну якщо окупувати сушений то він дорожче так ми робимо всі інгредієнти самостійно ось і оце нам видали таке маленьке приміщення бо я зверталася і в ЦНАП Івано-Франківська і в церкву і мені всі і мені всі казали в нас нема приміщення скажу пустіть мене хоть куде-небудь бо вдома ну я вже просто не витримую я вже не можу просто кожного дня робити сама по два мішка морфи або там два міська буряка мені всі відмовили і я була в бібліотеках і ну де тільки не ходила і мені прийшла в цей херсонський хаб і мені видали таку маленьку коморочку але я за це вдячна і до нас приходять я попросила що чи може хоч там одна-дві людини приходити мені допомагати чистити ну бо мені дуже важко в мене ще двоє діток вдома і знаєте як діти хворіють то ну важко було і я така була здивована коли замість двох людей я приходжу а тут просто нема де знаєте як кілька банки стояло біля 15-20 людей і вони просто люди безкоштовно приходять мені допомагають такі самі переселенці приходять допомагають чистити овочі ось і і фастувати все це тобто моя зараз головна задача це я вже як координую я зідзвонююся з куди відправити кому яку кількість шукаю упаковку шукаю хто нам дасть овочі шукаю де купити дешевше хліб тобто я вже більш така знаєте організаторські якісь такі ну на функції а оці всі жіночки і чоловіки які приходять вони повністю вже ну виробництво я парну як делегувала на них ось що я потребую це дивіться в нас ось бачите тут мені новою поштою люди прям здачі пересилають хто буряки хто моркву хто де ну що може тому що у нас у нас наприклад так оце всі наші запаси вони там за два дні ми їх висушимо вони закінчаться ось це те що сушена ось у нас є тобто ми потребуємо знаєте потребуємо складових тому що тих грошей які мені виплачує держава ну ви знаєте там 200 і за дітей і те що мені скидають люди мої знайомі бо у мене всього 1300 підписників і знаєте ну там хто може там 100 250 гривень хтось там тисячу гривень скидає у нам уже цих об'ємів не вистачає тому що коли я зома робила сама то це було наприклад ну там мені вистачало грошей на закупку а зараз у нас уже більше півтори тисячі людей на забезпечені тобто ми кожен тиждень ви ну висилаємо коробки почекайте будь ласка тобто ви за свою прошу який який яка влада вам надає на дітей на військових втрат я витрачаю на людей які ось зараз прийшов запити окуповані звільнені вже села але вони через Дніпро це Качкаровка через Дніпро вони прострілюються і у людей немає нічого ніякого підвозу і туди їздять волонтери і роздають людям роздають людям отакі сухі прайки Раскажіть будь ласка влада міська знає чим ви займаєтесь влада міська знає буквально вчора дивіться буквально вчора до мене приходило вони побачили десь до нас приходило я вам вже розказувала так що до нас приходило телебачення вони тут познімали пофотографувалися так вони нам частково надали нам овочі ось одна жіночка фермер вона нам перевезла була півтори тони овочів але для нас півтори тони це ми за дві неділі ми їх почистили перерізали і все і якби розумієте вони кажуть так ми будемо допомагати а потім ну десь зникають розумієте і зараз мені вист прийшов рахунок за електроенергію тому що тут 6 гривень 40 копійок іде оплата за енергію мені треба 13 тисяч до 20 числа десь знайти грошей а також кожен тиждень ми робимо закупи ось ці тут в мене список що ми потребуємо це сіль приправи овочі томатна паста от вчора прийшло на 4 з половиною тисячі тільки томатної пасти 500 пакетиків але це 500 пакетиків це на по два пакети на больше 250 упаковок ми тільки за сьогодні відправили коробки ну тобто їх вже немає цих пакетів розумієте тобто ось тобто ви тратите всі гроші які вам влачує влада на харчування які передаєте в військовим а міська влада вам не допомагає не в електриці вони просто дивіться частково тут фермерами от Володимир Іванович Клюцевський той хто організував Херсонський хаб він точково із фермерами із депутатами спілкується хтось нам допомагає там ну дають трошки там картоплі тобто частково хтось із них допомагає але так щоб знаєте нам кожного тижня як я просила дайте будь ласка нам якісь фермера щоб вони нам ну кожного тижня щоб я не бігала вагітна по ринку і просила дайте мені знижку там на на що-небудь щоб нам хоч щось забезпечили але розумієте я не ЧП я не зареєстрована як якась організація я просто сама по собі я сижу я дома плачу бо я не знаю чим я можу допомогти я вирішила це робити але їм розумієте треба з ким може заключити договір а я получаю це ну сама по собі тому зі мною ну от робиш роби вам треба і як я зрозумію скорей всього знайти якого-то волонтерську організацію офіційну в якій є щіта правильно банковські щіта куди могли б переводити юридичні лиця дінь на певні так на певні так значить тоді я щось просто обозначу інші друзі якщо у вас є така можнасть я дуже прошу зв'язався з Юлі Юлі Ви телефон зможете ставити? так можу будь ласка я а продиктуйте телефон тільки медленно пускай я потім це кину в ефір щоб люди записали 050 я зараз 050 952 952 99 99 32 32 это номер телефон ага просто когда я закончу ефір то все коментарії пропадуть будет только по новой уже запись вам придется еще раз после того как мы закончим ефір зайти уже на запись и снова написать свой номер телефона что это я Юлі можу там помочь так же самое я вас очень прошу обозначить свой номер карточки в коментариях вот это имя чтобы я знал что это ваше а все остальные которые будут писать я буду удалять блокировать часто бывают мошенники начинают подлизываться под определенных людей значит давайте так в целом чтоб понимать значит вы нас ищите первое-наперво тех людей которые смогут помочь вам харчами продуктами так так тех кто продуктами не может помочь но поможет помочь финансово номер карточки это значит и вам сбросят вам финансы нужны на я так понимаю на покешение коммунальных услуг там где вы сейчас находитесь так потому что за электрику так вот четыре сушилки працють они не вымикаются люди приходят о десятий забирают высушенную моркву буряк так что за ночь высохли загружают сразу новое тобто воно працю они вымикаются только на пять хвилин они працюют без остановки скажите ну вот сколько вы уже снаптили продуктами наших военных это не может мы отправили мы отправили уже То есть упаковка 5 литров минимум это на пол литра человек может съесть, то есть это нормально, 10 человек на упаковку. То есть по факту получается плюс-минус 10 тысяч военных вы уже обеспечили дурцы это время. И все это только за свои деньги, никаких... И когда у нас питают, ну вот, например, я когда пересылаю, то питают, ну вас же финансуют, я говорю, нас никто не финансирует. Ну, все просто крутят біля скрони, кажут, ну, а где вы, ну, как это можно, где вы берете? Я говорю, ну, это просто необычные люди, которые скидывают гроши. И вы можете зайти, побачить, что у нас там все, что можно, ну, я просто была такая, что пиздно лягаю спать, не встигаю прям день в день, но все у нас расписано. И просто люди дивуются, что это уже півроку живет без долучения никого. Потому что, когда я звертаюсь, мне говорят, вы, так как вы, ну, как бы, ни ЧП, ни фонд, ни кто, ну, как бы, мы вам, ну, что мы можем там дать мешок-два и все. А кто-то из волонтеров крупных, ну, у нас есть крупные волонтеры, вам помогали? Еще не, еще не. Я не писала, я, ну, я просто, понимаете, я, коли мне один, два, другий, третий відмову, я посидела, я просто дуже сильно, я, коли починала цю деятельность, я, самое большее, чего я не хотела, это. Я вас понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. И когда мне один, второй раз, третий раз сказали, примещения нема, того нема, того нема, того нема, я просто дуже сильно расплакалася, села, ну, если никто не хочет, ну, я буду делать сама. Но я понимаю, что, вот, например, сегодня мне уже телефонировали, вот у меня список, тут 15 команд, и мне сегодня еще не пришло на 86 человек, ну, запис, что можете вы дать. Я говорю, я не могу відмовить никому. И, вот, и, вот, аshirt, и говорить, дайте мне, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, ну, для меня это, я это работала для того, чтобы, ну, чтобы, ну, чтобы поддакать, а не для того, чтобы ходить и, вибачь, там меня с протянутой рукой колядувать по людям, ну, мені, не то, что, не скажу, что обедно, ну, я, ну, я не зверталася, потому что, когда отрасilly, я просто поплакала и решила села же с вами своей силой. знаете, какой мой вам совет значит, на крупные крупные сборы денег моя вам рекомендует, у вас монобанк есть? монобанк, да, е-банка для борща вот банки, они такие на крупные суммы, в принципе, теоретически можно собрать деньги поэтому обязательно сделаем таким образом после окончания эфира ссылку на банку мне, потому что это в телеграм-канале когда опубликую этот эфир я буду опубликовать вашу карточку и ссылку на вашу банк чтобы люди помогали потому что на банку, в принципе, можно перечислять большие суммы доброе договорились? так я вас очень хорошо понимаю, потому что мы уже с вами говорили я сам волонтер по деткам маленьким, больным но я не собираю большие суммы, колоссальные у меня там сбор идет небольшой еженедельный поэтому я тоже не лезу в эти все фонды в эти все этапы, потому что не вижу смысла никакого, люди, к сожалению, люди у нас привыкли чуть-чуть по-другому еще другим помогать но меня, знаете, больше чего удивляет в том, что вас, по-моему, ICTV, да, приезжала к вам? так почему после ICTV, вроде такой центральный канал не было никакого фидбэка? ну, как бы телевизор центральный канал я вам рассказываю буквально вчора до нас приходили представники влади и я с ними спілкувалася они мне сказали, вы бачите, что вы, ну, вам треба робить ЧП, вам треба робить продавати и из, ну, да, с нацинкой цією брать собі кошти для того, чтобы, ну, чтобы вы были на самозабезпеченні, понимаете? чтобы не вы просили, а вы из прибутка сами себе, как бы, закуповывали и вообще сказал, вы же бачите, что вы, что вы вагитна, вы сейчас народите, вы этим не сможете заниматься, вам треба это поставить на паузу и повернуться месяца через три то есть это все, что мне вчора посоветовали потому что сказали, что как вы будете, тут дитина будет висеть у вас на молоко пить, а тут вы будете борщик решить подождите, я чуть не понял, а на паузу поставить, кушать военных, а вы мне спросите, а может быть на паузу поставить войну и все остальное? ну, я задала вопрос, я говорю, вы понимаете, что я, ну, знаете, как моя бабушка сказала что ситый голодный, что голодный ситого не понимает, потому что, так как мы видели, что происходило, я не могу потому что я смотрю видео, я знаю, что делается там, да, мой брат там, где, я не могу сказать, ну, вы вчера поели, а сегодня я вам не пришлю я не могу, вчера висела, а сегодня не пришлю, я говорю, вы понимаете, что даже когда я буду там в Кологовом, я буду вести все это, буду вести через телефон у меня тут уже девчата, которые знают, что делать, я говорю, моя задача, это собирать деньги и закупить, а они уже сами делают, я говорю, ну, это же не то, что я родила и все, все закончилось, я не могу не виселать людям, потому что им хочется есть я знаю, как это хочется есть, когда мы закупали мешок картофель в город, я знаю, а вот, ну, как бы, а люди, которые не видели этого, они, наверное, не знают, поэтому они так легко могут сказать, я не могу перестать это делать, понимаете, ну, у меня, знаете, впечатление, я-то не раз был на западной части нашей страны, вот в этот момент, когда война, там же, да, там прилетали, были неприятности, вот такого, как в Херсоне, такого, как в Донецкой области, там же нет такого, знаете, поэтому, чиновники по-другому думают, они вот думают, ну, пару ракет прилетело, там пару что-то подорвалось, ну, ничего страшного, да, там живем же, все хорошо, ну, от они не знают, что там творится, я это, я это самая сказала, говорю, что, вы знаете, то, что я побачила, и, говорю, я понимаю, в каких условиях живут люди, и для них, ну, для кого-то, это может, знаете, ну, как бы, ну, для кого-то, тих 5 литров борщу, которые они заварят, они, может, нагодуют свою дитину, я говорю, я не могу не передавать, а что чиновники, ушли, они сказали, мы на питании, это все на телефоне, на телефоне, они пришли, было двое людей, они мне так никто не передзвонил, они в них чоб не написали. Я иногда задаюсь вопрос, зачем нам такая власть? Ладно, это такое, там, лирика. Так, Юль, тогда сделаем таким образом, как мы с вами договорились. Доброе. Значит, люди услышали, люди увидели, люди поняли, что вам надо. А, кстати, по поводу все-таки же телевизора, так вот, ICTV приезжала, какой-то фидбэк после ICTV? Ну, вот, ну, вот пришли, пришли люди, я же говорю, эти двое представители. То есть, получается, после того, как ICTV сняли, к вам пришли чиновники, которые вам предложили поставить на паузу, и после, как родились? Да, конечно, в моем положении не можно хвиливаться, не можно, треба, треба поставить на паузу. Я понял, Юля, у нас пропадает с вами связь, жестко причем пропадает. Алло. Да, Юля, у нас с вами пропадает связь, я вас услышал, заканчиваю эфир, и вы там потом возьмете и все опубликуете. Договорились у меня в комментариях? Доброе. Доброе, доброе, дякую вам дуже. Я вам дуже вдячна, я дуже вдячна за то, что вы робите також велику справу, потому что, знаете, все переключились на какие-то еще и другие справы, а на диток мало придяется увага. То вы дуже великий молодец, я вам дуже вдячна, что вы робите такую важную справу. Дякую вам, дякую. Юль, выключайтесь, я закончу эфир, и до побачивания. До свидания. Доброе, похоже. Друзья, ну, вы сами услышали, увидели эфир. Не, не глушит просто у Юли, скорее всего, там где связь пропадает, ничего страшного, такое бывает. Поэтому, что я вам могу сказать? Что я вам могу сказать? Я удивлен, нет, точнее нет. Я не удивлю. Нет, нет, нет. Вот этой, скажем так, мыслями, вот этой позиции власти, особенно местной, я не удивлен. Почему? Потому что для них войны нет. У них, в принципе, все уже давно закончилось. У них, знаете, как уже дележка денег, я знаю, что сильный ветер, ничего сделать и марку. У них дележка денег, у них, скажем так, войны нет, парни не гибнут, люди не голодают, у них все прекрасно. Знаете, но я уже говорил, время жатвы началось, причем такое жуткое, и, к сожалению, либо к счастью, скоро многие об этом поймут. Поэтому, если захотите, помогите Юле, она не просит деньги для себя, она тратит деньги свои, как она уже рассказала, эти деньги, которые ей дают на помощь детей и на переселенца. Это просто уникальный человек, который тратит деньги на наших военных и не считает эти деньги. Поэтому те, кто может помогите, те, кто может продуктами, если у вас есть знакомые фермеры, знакомые тех, кто держит много там каких-то предприятий мелких, Пускай поможет, пускай перешлют Юли, и Юля поможет нашим и военным, и нашим тем людям с детками, которые остались вот в той серой зоне, где сейчас происходят жуткие бои и нет продуктов питания. Ну, как-то так. Пока.